Пошли мы маршем. Снег, когда бьет, водитель может, глаза там забиваются, понимаете, может просто уснуть. Значит, задача была, прежде всего, вот этот марш провести, чтобы где-то не свалились. Мостик в каком-нибудь танк перевернется или что-нибудь подобное. Поэтому сидишь на крыле на собственном и дежуришь, чтобы не было никаких ЧП. Если такое что-то образуется, то будет наказание очень серьезное. Командир батальона вызвал на совещание, на котором, значит, доложил обстановку. Минное поле немецкое не полностью разминировано. Вот. Поэтому, значит, придется на каждом танке посадить сапера. Да. Это вообще. Это я так показываю такие указания. Вы поймете, что это глупое вообще указание. И вот, когда я поступил в сигнал, мы поехали, кажется. Поехали. И я первый раз увидел, стена огня стоит. Вот на всем, на всем фронте нашей бригады стоит стена огня без перерыва. Я впервые такое увидел. Да, и многие из наших, наверное, увидели, чтобы вот это так, значит, нам приходилось воевать. Не знаю, что мне дернуло. Не какой там геройский поступок, а думаю, так, руки-палки, ну, что же стоят-то? Команду-то надо выполнять. Думаю, неужели, что я самое могу проскочить? Скомандовал. Вперед механик-водитель. И команду последовал на полный газ. Говорю, жми на полный. И мы проскочили эту стену. Потом и рассказывали мне, мои командиры танков, которые за мной не последовали. Потому что так быстро я рванул, чтобы они не знали, что дальше делать. И что, все стоят вообще. Вся бригада стоит. Один такой чудак. Этот чудак, значит, я. Рванул туда. Значит, долбанулся носовой частью танка, значит, противоположью в берег и выкарабкался. И почесал дальше. С левой стороны тяжелые танки идут, но уже не в нашей части. Так? Это самое. Минное поле проскочил. Тоже, значит, не подорвался. Вот. И, значит, пошел дальше. Думаю, шажей, оборачиваюсь, думаю, елки-палки. Что ж наше-то не продолжает наступление. Ну, думаю, наверное, гонят еще. И присоединился к этим тяжелым танкам. И пошли дальше. В результате, они, да, первый танк сразу подбили. Подбили мой. Все члены экипажа, кроме меня, были ранены. Утром, где-то часов в 8 утра, солнечная такая погода. И вдруг налетает около 70 самолетов на позиции нашей дивизии. Начали бомбить. А, вы знаете, самолеты, они, когда бомбят, они как вот птицы, вы знаете, так заходят. Вот ложатся на крыло. Отбомбился. Так. И улетает. Делает второй заход, значит, такой. И мы смотрим, как эта черная смерть, бомбы летят на тебя. И думаешь, вот, что она на тебя. Слава богу, куда-то она в сторону уходит, эта бомба. Затем танки принимают боевую обстановку. Выходят, а там высотка такая была. Они выходят на эту высотку. Так. Сколько их танков не видно. Страшно смотреть. Знаете, колотят тебя. И начинают танки двигаться, стреляют. Но они стреляли выборочно, так, по огневым позициям, так. Вот танки. И, конечно, здесь это, в Мандражеве, мы все смотрели на офицеров. Так, вот. Как командиры ведут себя. Вот, действительно, это вот офицеры тогда для нас были, ну, эталоном поведения. И здесь некоторые солдаты, может быть, даже теряли и самовладание. Потому что страшно смотреть это все. Это вроде как кино вот показывает. Точно такая же картина и здесь. Но то кино, а это на самом деле. И вот эта спокойная отдача распоряжений командирами, так. Оно, вы знаете, восстанавливало вот нормальное состояние, вот психическое состояние вот солдат. И старые солдаты, вот я помню, у нас были солдаты старые. Паршин был, так вот, это же где-то с 1898 года. Это уже был старый для нас, это был дедушка. Вот он воевал. Но это люди, на которых мы вот смотрели, как они ведут себя. Это спокойно. Вы знаете, без, вот, говорили, что не надо мельтушиться. Учили нас. Потому что если солдат начинает, где-то там стрельба идет, и он начинает где-то бегать, так, то обязательно попадет пуля на него, так. Поэтому, говорили, война, бой – это тоже искусство. Смотреть надо на противника, куда он ведет бой, где пулеметы, куда падают снаряды. В соответствии с этим ты уже должен потом и принимать решение для того, чтобы выйти. Это нам сохраняло жизнь. Конечно, на фронте бывало страшно, и мы даже кричали, вспоминали маму. Бывали такие моменты, когда танки на тебя идут, и ты не знаешь, где спрятаться. Так думаю, что все, тебе конец. Украина сделала вагомый внесок у перемогу над нацизмом. Близько семи миллионов наших земляків воювали на боце Объединенных наций у складе армій СРСР, США, Великой Британії, Канади, Польщи и Франции. Понад два с половиной миллиона украинцев отримали державные нагороди СРСР та захидных краин. Больше двоих тысяч из них стали героями Радянского Союза. Где-то месяц небольшой, значит, нас вывели уже из боя. Виттенберг такой был, городишко, аккуратненько, домочки, все разместили. Ну, это вообще рай земной, отдыхаем, понимаешь, ничего, боевую подготовку они ничего не делали. И вот ночью одна же крик – победа, победа! Все ясно нам стало. Конечно, как вскочили все. Вот. Ну, начали, ну, из личного оружия, конечно, все стреляли, это факт. Один даже умудрился, ну, его потом доказали, ну, ничего. Он все-таки пробрался, как он туда попал, понимаешь, что все-таки, значит, из пушки стрельнул, из танка, из танковой пушки салют сделал. Победу я встретил в Харькове, так, в училище. Я уже был в военном училище, так. Вот нам в Дневальный крикнул тревога. Когда мы выскочили, встали, там одеваться, он говорит, Дневальный кричит – победа! Мы вышли на Дзержинскую площадь, в Харькове, большая такая Дзержинская площадь. Там народ уже собрался, люди от радости плачут. И женщины там, знаете, самогонку принесли, огурчики там кусочком такими, так угощали. Радость победы, она не только радость победы, это радость, что люди еще остались, что дети малые остались живы. Это такое было, вы не представляете, вы не можете даже представить. Люди валялись, целовали землю, люди целовались, люди плакали, рыдали. Такой ожидатель был, что просто трудно передать. День победы для меня – это память, это слава. Это гордость и это грусть о тех, кто не вернулся, тех, кого уже нет на свете. Я бы сказал, что это священный праздник. Это праздник, который мы должны молиться за победу, которую мы достигли. Ведь достигли мы очень сильного, хорошо вооруженного, опытного и дисциплинированного противника. Насправді, актів про беззастережну капітуляцію німецких Збройних сил було два. Перший був підписаний на рівні начальників штабів 7 травня 1945 року у французькому Реймсі. Сталін був обурений тим, що головну роль у підписання цього акту відігравали західні союзники. Тому на вимогу радянського керманича 8 травня у передмісті Берліну Карлсхорсті було вдруге підписано акт про капітуляцію Німеччини. День оголошення про капітуляцію, відповідно, 8 травня у Європы и США, а 9 травня у Радянському Союзі і стали святкувати як день перемоги. Кожен із нас думав, що більше війни не буде. Ми считали, що розгромили фашистів. Так, тепер мир на все время. К сожалению, ми це глибоко шубувалися. Це трагедія, звісно, для людей. І ми представляли мир, представляли, знаєте, таку радостну, спокійну життя. Ну, к сожалению, даже после війни були огромніші трудности. Восстановлення разрушеного народного хозяйства. Ну, і, треба сказати, що моральне такое состояние було не весьма, ви знаєте, таке, удовлетворюєнне. Я демобилизовалась. Ми працювали дуже багато. Ми все студенти. І очищали крещатик. Помогали людям. І морально, і матеріально, і як угодно. Люди жили в землянках, жили в подвалах. Люди були безквартирні. Крещатик очищали. По камушкам розвозили. По колхозам їздили. І зробили Україну, як куколка. Це город-сад. Я вже тоді роботала на радио і телевиді. І приїжджав Деголь, так він сказав, боже мій, так це вже 2-й Париж. Молодіжі, я дуже вас прошу, уважайте людей, які перенесли таку війну. Війна дуже тяжелая. Ми дуже багато виділи ужасу. Нам дуже требується ваша любовь. Уважайте людей. Тому що ви, ви тож будете жити в следующем поколенні, тож будете стареть. Ми желаємо, щоб ви любили свою країну так, як любили ми її. Нынештому поколенню я хотів би пожинати, щоб вони, наконец, виберуться із економічних, економічних трудностей. Тому що жити в таких условіях, це просто невозможно. В цей День Победы, конечно, треба бути, таке слово, священне в'явить. А в ньому все помнили люди, молились за те, що все-таки Победа, Победа прийшла, щоб ми, наконец, от тих ізверів, немецких фашистів, щоб вони більше такі не возродились. Современному поколенню, конечно, головне, що для них, це треба учиться любити Родину. Якщо ти не зможеш любити Родину, ти не зможеш її захищати від Родини. Треба ставити завжди, що Родини, немає нічого. Якщо ти потерявся близьких, родних, це грустно, це плохо, це для чоловіка, ви знаєте, переживання. Але якщо ти потерявся Родину, то ти потерявся все. Треба глибоко любити її, вчитися любити цю Родину, формувати в себе чувства такі, щоб личні інтереси твої, які б вони не були у тебе, ці личні інтереси, вони повинні подчинятися головному, це інтересам своєї Родини. Давньоримський політик, оратор і філософ Цицерон вважав, що навіть найбільш несправедливий мир кращий за будь-яку справедливу війну. Давайте пам'ятати про це. Давайте жити у мирі і злагоді. Адже жити без війни – то так природньо і так здорово. Ви дивились програму «Життєві історії». Спецпроект присвячений Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Дякую за перегляд!